МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Виталий Дерябин. Я и мои коллеги, корреспонденты УРТ, готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом на карантине. Во дворе оренбургской многоэтажки проходит ежедневная дезинфекция. Прохладно и ветрено. Какой погоды ждать оренбургцам в выходные? Работа, творчество и спорт на дому. Польза от двухнедельной самоизоляции. Только здоровая конкуренция и честная борьба. Сегодня отмечается день чистого спорта. Плюс три официально подтвержденных случая. По данным общероссийского штаба, по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Оренбурге в общей сложности 25 пациентов с COVID-19. Еще три десятка человек ожидают подтверждения предварительных анализов из федеральной лаборатории. Новые данные ежедневно поступают от регионального Минздрава. Накануне на региональном уровне удалось выявить еще 13 случаев заражения. Сейчас специалисты ждут подтверждения с федерального центра. В том числе еще один инфицированный человек доставлен в медучреждение из дома, что в Оренбурге по улице 60 лет октября. Теперь многоэтажка на карантине. В общей сложности госпитализировано 7 жителей данного дома. Что же касается села Новоникисина Октябрьского района, всем, кто контактировал с московской гостьей, диагноз COVID-19 у нее подтвердился, сделали анализ. Это свыше 100 человек, уточнила министра здравоохранения области Татьяна Савинова. Результат у всех отрицательный, но повторное обследование проведут на 10-е сутки. Что же касается тех больных, которые находятся на лечении в инфекционной больнице, то два пациента переведены на аппараты искусственной вентиляции легких, шесть в тяжелом состоянии, восемь в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. Одно из отделений первой городской больницы на сегодня перепрофилировано для больных с коронавирусной инфекцией. Целый дом на карантине. Такие меры вводит Роспотребнадзор. В одном из многоквартирных домов областного центра зафиксированы еще два случая заболевания коронавирусом. Ранее отсюда уже госпитализированы четверо пациентов. Чем карантин отличается от самоизоляции в материале Ольги Энгельс. Металлическая града, сигнальная лента с предупреждениями, постоянная охрана и регулярная дезинфекция. В таких условиях вынуждены жить люди, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Жильцам этого дома запрещено выходить на улицу даже в самых необходимых случаях. Продукты питания, лекарства, бытовая химия – все доставляют родственники. Любые контакты исключены и даже запрещены. Пообщаться с близкими можно только по телефону. Вот так Надежда передает своему брату и его семье покупки личной вещи. Квартира изолирована. Выход только с подъезда до ограды и все. Передать я ничего не могу им. Также из рук в руки не могут и они мне передать. Непосредственно только пакет оставила и все. Врачи их контролируют каждый день. То есть в обед у них звонки из поликлиники. То есть температуру, чтобы они измеряли, взяли у них анализы. За соблюдением мер круглосуточно следят сотрудники правоохранительных органов. За нарушение им грозит серьезный штраф. Но пока люди все понимают и остаются дома. Накануне у всех жильцов были взяты анализы. Результатов еще нет. Но уже трижды в этом доме в общем дворе провели дезинфекцию. При необходимости могут повторить, заявляют в городской администрации. И это не все сложности, с которыми столкнулись. В данный момент дом на карантине. Есть некоторые сложности. Но утром, например, у нас возник вопрос жителей в основном пенсионного возраста. Почтальон в специальном костюме, в специальных перчатках, маске будет работать и доставлять пенсию. Пока нерешенным остается вопрос с утилизацией мусора. По заверениям Роспотребнадзора он может относиться к отходам особого класса. Пока сбор не организован. Потерпеть неудобства людям придется две недели. За это время будут готовы результаты анализов. Напомним, все началось в конце марта, когда к одной из жительниц приехала гостья из другого региона. Спустя несколько дней госпитализировали саму хозяйку. Чуть позже ее 90-летнюю соседку. Сейчас заболевших COVID-19 в этом доме 6 человек. Ольга Энгель, Семен Воробьев, Новости дня. Большая часть звонков на горящую линию ОРТ в эти апрельские дни была посвящена неубранному мусору. В целях борьбы с распространением коронавируса субботники в Оренбурге запрещены на всех уровнях. Но коммунальные службы областного центра продолжают приводить в порядок общественные места и дворы. В том числе ведется работа по уборке контейнерных площадок. В нашей рубрике «Вопрос дня» постараемся выяснить мнение оренбургцев по вопросам чистоты городских улиц. Напоминаем, вопрос пятницы звучит так. Оренбургцы жалуются на скопление крупногабаритного мусора во дворах. Для вас эта проблема актуальна? На вопрос можно ответить одним из четырех предложенных вариантов. Первый. Нет, у нас чистая контейнерная площадка. Второй. Нет, мусора больше, но его вовремя вывозят. Третий вариант. Да, двор завален мусором, коммунальные службы не успевают вывозить. И четвертый вариант ответа. Очень актуально. Мы не можем добиться своевременного вывоза мусора. В течение всего дня вы можете ответить на вопрос, позвонив по бесплатному телефону номер 8 800 257 02. Также на нашем официальном сайте media56.ru открыто онлайн-голосование. Результаты ответов телезрителей мы покажем в дальнейших выпусках программы. А сейчас о погоде на ближайшие выходные. Регион окажется под влиянием атмосферного фронта. Холод и ветер вновь вернутся в Оренбург. Даже природа призывает всех оставаться дома. В большинстве районов области днем ожидаются осадки, преимущественно в виде небольшого дождя. Ветер подует холодный, юго-западный, с переходом на северо-западный, от умеренного до порывистого. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Погодные условия будут ухудшаться. Фронт будет проходить с запада на восток, поэтому ожидается облачное с прояснением погоды. Несмотря на это, температура воздуха все же сохранится в плюсовых значениях. Ночью от плюс 1 до 6 градусов, днем 11-16. Но на западе области немного холоднее, до плюс 7. Более подробный прогноз погоды на ближайшие сутки смотрите далее в нашем выпуске. Это новости дня. И вот, что будет во второй части программы. Работа, творчество и спорт на дому. Польза от двухнедельной самоизоляции. Только здоровая конкуренция и честная борьба. Сегодня отмечается день чистого спорта. Режим полной самоизоляции действует уже вторую неделю. И хотя по решению губернатора многие предприятия возобновили работу, большая часть оренбургцев все еще остается дома. О том, как люди разных профессий переживают этот период, в следующем материале программы. Всем привет. Меня зовут Никита Кухно. И я игрок волейбольного клуба «Нефтяник Оренбург». На незапланированные каникулы спортсмены ушли одними из первых. Последний раз на площадку Никита Кухно выходил еще 17 марта. После чемпионат был приостановлен, а потом и вовсе завершен. Сейчас все игроки расквартированы по домам. Чтобы поддерживать себя в форме, ежедневные тренировки. По словам волейболиста, сейчас он работает над связками и растяжкой. Признается, вынужденная пауза пошла на пользу. Появилось больше времени для общения с семьей и расширения кругозора. Также, помимо спорта, я возобновил занятия английским языком, которые уже сто лет не мог как начать. А вот на деятельность Екатерины Гнедаш режим самоизоляции почти не повлиял. Она блогер. Девушка рассказывает, режим дня практически не изменился. Большую часть времени она занимается с детьми и шьет. Вышивка, правильное питание и уход за ребенком. На своей странице в социальных сетях Екатерина обучает будущих матерей. Режим самоизоляции в ее профессии оказывает больше плюсов, чем неудобств. Количество пользователей интернета выросло. Вместе с ними увеличилось и число подписчиков. Правда, есть и обратная сторона. По словам блогера, новая публика требует регулярного контента. Теперь есть возможность выходить в прямые эфиры, проводить мастер-классы. В планах записать для библиотеки имени Крупской мастер-класс для, по-моему, ночи в библиотеке по изготовлению маленькой такой народной куклы. Находят плюсы во временном убежище и работники культуры. Екатерина Жадина художник. Творит и живет в деревне. Ее дом – настоящая мастерская. Стены украшают авторские картины. По словам живописца, большую часть времени она проводит за занятием спорта и общением с любимыми питомцами. Режим самоизоляции, признается художник, помогает раскрыть и тайные таланты. Екатерина всегда хотела попробовать себя в роли модельера. Теперь такая возможность появилась. Уже готовы несколько моделей и нарядов. Главное, рассказывает автор, не бояться. Ну, я думаю, что не надо бояться, потому что те, кто боится, он так же, как курильщики, или так, как люди с лишним весом, тоже попадают в группу риска. То есть, заниматься собой. Нам дано время, чтобы заняться собой, подумать о своем здоровье и сделать какие-то выводы. Чем заниматься во время режима полной изоляции, каждый решает для себя сам. Как показывает практика, если подойти к этому делу с позитивным настроем, то можно не только отдохнуть от работы, но и узнать что-то новое. Вячеслав Камп и Маргарита Бакирова. Новости дня. Сегодня в мире отмечается День чистого спорта. С такой инициативой в 2013 году выступило Всемирное антидопинговое агентство, заявляя, что только здоровая конкуренция и честная борьба олицетворяют идеалы спорта и его настоящую победу. Сейчас российский спорт самый критикуемый в мире. Все последнее время мы находимся в прицеле ВАДА, получаем иски и недопуски на крупнейшие международные соревнования. Потому важность борьбы с допингом переоценить трудно. Российское антидопинговое агентство РУСАДА сегодня организовывает не только агитационные мероприятия, но и обучающие практические семинары и онлайн-марафон. Подумайте, разве так важна победа любой ценой? Да и победа ли это, если вы знаете, что схитрее? Вы можете даже получить медаль, но ценностью будет равна нулю. И вы будете это знать. Я и мои спортсмены за чистый спорт. Орск, вперед! Впечатляющий челлендж «Чистый спорт» проводит самая обвиняемая сейчас Всероссийская Федерация Легкой Атлетики. Спортсмены на Оренбурге, разумеется, не остаются в стороне от акции. Мастер спорта по прыжкам на батуте Дмитрий Гантанов выражает свое отношение к проблеме с помощью креативного коллажа. С короткими видеообращениями выступают и другие. Я Габил Мамедов. Я являюсь мастером спорта в международном классе по боксу. Мы убеждены, что достигать высот в спорте можно и нужно, не прибегая к применению запрещенных веществ. Я Настя Паева. Я коммунист по легкатлетике. Я выступаю на чистый спорт и очень горжусь этим. А вам? Есть чем гордиться. Меня зовут Молчанова Юлия. Я мастер спорта России по плаванию. Я тренер Молчанов Сергей Владимирович. Допинг дает одностороннее преимущество спортсменам перед соперниками, не применяющим допинг. Запрет на применение допинга обусловлен заботой о здоровье спортсмена. Мы за чистый спорт! Наши ведущие спортсмены предлагают отметить этот день ударной тренировкой. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский. Новости дня. Помогать тем, кто на страже нашего здоровья. В сложной эпидемиологической обстановке, как никогда, важной и заметной становится роль медиков. От их быстрой и своевременной работы зависит жизнь людей. Чтобы облегчить трудовые будни сотрудников скорой помощи, сеть общественного питания «Восточка» запустила новую акцию. Подробности в нашем следующем материале. Желающих подкрепиться сытным обедом выстраивается много. Однако медиков здесь пропускают вне очереди. Вместо денег – специальный флайер. Акция разработана сетью общественного питания. Заветные листовки разосланы в лечебное учреждение города. Ее суть заключается в том, чтобы в непростое время помочь медработникам с питанием. Любой сотрудник скорой может заказать один комплексный обед в сутки бесплатно. По словам врачей, это заметно упрощает и ускоряет их работу. Прямо достаточно вполне, чтобы наесться хорошо и быть сытым. Сейчас взял донар – шашлык с курицей. Если бы, конечно, так вот оставили постоянно, чтобы поддерживали скорую помощь, вообще мы бы еще лучше работали. Шашлык – настоящий плов, салаты и различная выпечка. Здесь готовится комплексный обед любой сложности. Повара и сотрудники сети соблюдают все необходимые санитарные нормы. На лицах – защитные маски, а на руках – одноразовые перчатки. Вячеслав Камбов, Владислав Горбунов. Новости дня. Переходим к нашей традиционной рубрике «Город и люди». Каждый день мы показываем улицы областного центра в разное время суток. Любимые места оренбургцев, которые сейчас по понятным причинам немноголюдны. Вместе с вами, уважаемые телезрители, следим за тем, как живет Оренбург в режиме самоизоляции. Не пропустите также и прогноз погоды на ближайшие сутки. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь о погоде на 11 апреля. Днем по области переменная облачность. На востоке региона вероятны осадки в виде дождя. Ветер от слабого до умеренного, местами порывистый. Преимущественно южного направления. В северных районах порывы могут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 1 до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 14 градусов. В Оренбурге облачность с прояснениями, ветер слабый. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла. Днем плюс 11-13. Атмосферное давление в пределах нормы. 753 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Смотрите новости ОРТ не только в телеэфире, но и на сайте media56.ru, а также в официальных группах в соцсетях. До встречи и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова